Feiyu Alpha 1000 Трехосевой стабилизатор Монопод для беззеркальных камер 2000 грамм до 1 килограмма Я его купил для Panasonic GH4 Все попробовал Все хорошо работает, все стабилизируется Значит, комплектность сразу же Инструкция на русском языке Распечатана на принтере Это какая-то штучка Гарантия Кейс хороший, красивый очень Но, к сожалению, он вам, наверное, не пригодится У него даже есть такая штучка Сюда можно положить документы Я думаю, он вам не пригодится Почему? Потому что Вот я сейчас Отстроил, сбалансировал Стабилизатор под свою камеру И, соответственно, сдвинулись Все вот эти вот планочки И сюда, в стандартные пазы Я его уже запихнуть не смогу Для того, чтобы его сюда запихнуть Нужно все ослабить Все винтики Все сдвинуть И только тогда он туда залезет Но Потом вам придется опять его стабилизировать Итак, комплектность Значит, вот этот блок Неразборный Неразборный Три двигателя Площадка несъемная Ручка вот батарейным отсеком Выглядит вот так в разборе Четыре аккумулятора Два в работе, два запасных Не рекомендуется включать блок Без нагрузки То есть Пустой стабилизатор Лучше не включать На ручке Два стандартных отверстия Со стандартной резьбой Под площадки То есть Можно его вот так вот На штатив Поставить на площадку Можно площадку повернуть Вот так Или вот так И еще одно отверстие С резьбой На нижнем моторе Вот здесь вот Тоже стандартная резьба Под площадку Зарядное устройство По-моему это просто Пластиковая коробочка Потому что К ней прилагается Вот такой кабелечек И все То есть вот это дело Ничего вам не зарядит Если вы это куда-то не подсоедините В данном случае Можно использовать Стандартное зарядное устройство От телефона В инструкции написано Один ампер Но его в комплекте нет Есть только вот это Вот этот шнурочек Служит для связи Блока Управления С камерами Sony И можно будет Вот с помощью вот этой кнопочки Делать снимки Кнопки управления Джойстик Двигается у нас Влево Право Вверх Вниз Вверх И также по диагонали Под 45 градусов Или под сколько там Я не знаю Тоже можно соответственно Двигать Площадку То есть не только панорама И вверх Вниз Но еще и по диагонали Под 45 градусов Значит Режимы Молд Нажатие Один раз Режим Панорама Нажатие Два раза Режим Панорама И наклона Изменяется Функциональность Джойстика В этом случае Три раза Автоматический Поворот На 180 градусов По горизонтали Нажатие Четыре раза Режим Автоповорота Регулируемый Но там в инструкции Есть По-моему Можно задать Время поворота И так далее С другой стороны Находится Кнопка Триггер Если ее Удерживать Нажатой Происходит Блокировка Камера В том положении В котором Она находится Два раза Нажатие Сброс всех настроек И возврат В начальное положение Плавность входа И ускорение Зависит от силы Нажатия Джойстика То есть Чуть-чуть двигаем Он Плавно разгоняется До конца Пошел быстро Это очень полезная функция Очаровательная Маленькая треножка Очень полезная Штучка Вставляется В нижнее отверстие В ручке Поможет вам Как настроить Прибор Так и потом Где-то его поставить И можно даже Если не боитесь Что камера у вас Упадет Управлять С помощью смартфона На расстоянии Коннектится По блютуз С помощью Приложения Фейуан Здесь он Пока не подключится Здесь тоже Такой джойстик Возникает И то же самое Чуть-чуть двигаешь Он плавненько Ускоряется До конца Он уже Побыстрее начинает ехать Тоже сохраняется Моментально Все подключилось Без проблем Так я использую Panasonic GH4 Значит Настройка Занимает Какое-то время Но Как бы Не очень длительная И если у вас Есть голова на плечах Вы его Быстренько Сбалансируете Значит Третий двигатель Должен быть у вас С правой стороны Значит Я вот уже Нижнюю площадку Закрепил В том положении В котором У меня была Настроена камера И дополнительных Настроек Мне не понадобится У меня Видите как получилось Что в оптимальном Положении У меня вот эта Вот Как бы Линия площадки Совпадает с Линией телефона А вот здесь Вот он упирается В моторчик И у меня Поэтому очень просто Я ставлю И вот он у меня В этом положении Уже Как бы При определенной Сноровке Займет буквально Секунд 7 8 10 Установка На стабилизатор Изначальная стабилизация Значит Начинаете Сначала Выставлять Одну ось Допустим Нижнюю Чтобы он у вас Не вращался Потом Вот эту ось Добавляете Чтобы он уже В другой В этой оси Не вращался Как бы Вот висел Вот так мог Немножечко висеть И вот так Как бы Потом Соответственно Третий двигатель Регулируете С помощью площадки Вот эти винты Ослабляете И двигаете Но это все Разберете Это несложно Абсолютно несложно Естественно Естественно Желательно Все-таки Стабилизировать Покачественнее Это в дальнейшем Облегчит работу Двигателем Сократит Расход Батареи Ну и Как бы Ресурс двигателя Конечно увеличится В этом случае Он у меня уже Отбалансирован Вот включаем Прибор Вот он встал В свое положение Джойстиком Я могу Делать панораму В ручном режиме Опускать вверх Вниз Или же Изменив Режим Могу делать Вот такие Так Раз Два Могу делать Вот такие Поворотики В инструкции Все написано Сколько нажатий Что обозначает Ну соответственно Тут Раз Два Три Поворот На 180 градусов Так Вернуться В исходное Раз Два Уже другой кнопкой Он возвращается В исходное положение Это все Разберетесь Это Несложно Поехали Как слышите Звуки Абсолютно Какие-либо Двигатели Отсутствуют Это Просто Фантастика Это Невероятное Достоинство Этого Стабилизатора Я Пишу Звук На микрофон Своего Фотоаппарата И Поэтому Мне Это Очень Важно Вот Собственно Все Спасибо Продолжение следует...